Мозг, сердце, печень, почки. И главная проблема того, что когда человек много употребляет алкоголя, то возникают заболевания печени. Вы какие-нибудь заболевания печени знаете? Сырого растащего. Помочь формированию потребностей у подростков здорового образа жизни, рассказать правду о пагубном влиянии алкоголя, табака и наркотических веществ на организм человека. Студенты медицинского колледжа этим вопросом посвятили целую лекцию. Я просто это все видел, видел вот эти проблемы и решил более углубленно отнестись к этой теме и рассказать подросткам про алкоголь, вред алкоголя, никотина на организм. Сегодня любой подросток знает, что попадание никотина в мозг происходит за считанные секунды, и это очень негативно сказывается на развивающуюся нервную систему. Лучше не начинать, потому что это зависимость, это маленький телефон, это зависимость, которую очень трудно лечить, это очень большая проблема, и очень маленький процент восстановивающий. На лекции говорили о проблемах, связанных с употреблением спиртных напитков и о том, что алкоголь оказывает токсическое действие на клетки головного мозга. Также студентам еще раз напомнили о профилактических мерах в период инфекционных заболеваний. Нет, это не обязательно нужно попробовать, зачем потом это лечет, как бы очень страшные последствия в будущем, и поэтому нужно врага знать в лицо. Вообще чаще всего как студенты реагируют? Ну, на то, что я рассказываю? Ну, вообще очень интересно, потому что я не говорю сразу, да, то, что с вами будет, а сначала предыстория, все дела, естественно, вот, чтобы как бы заинтересовать. Понравилось, как и про COVID-19 рассказали, достаточно актуально тем, которые необходимо всем знать. Правда, я еще для себя одну интересную мысль нашел, то, что нужно очень сильно готовиться к презентациям, потому что, чтобы увлечь зрителя. Алена Иванова, Сергей Григорьев, Ольга Скрябина, Егор Кабанов, Дмитрий Курунов. Для программы «Городские вести». Алена Иванова, Сергей Григорьев, Ольга Скрябина.